Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Сан Йонг Рэкстон 2.3 бензин Заменим сальник сзади, справа который в мосту устанавливается на полуось, подтекает Летом, когда было жарко, начало давить потихонечку Сейчас стало прохладно уже не так заметно Но, тем не менее сальник мы тоже этот заменим Снял заднее колесо Поднял автомобиль Увидел здесь, что надо менять тормозной диск И надо менять тормозные колодки Это вот они, подтеки Сейчас свежего здесь нету Все закидало, но это как раз кидало масло с моста через сальник В данный момент мы снимаем супер и снимаем тормозной диск Откручиваем не скобу а откручиваем сзади два болта головка там на 19 Снимаем суппорт, расслабляем его помаленько и вложим на мост Снимаем диск Колодки еще не мертвы Но здесь все загажено Вот как раз видно, что сверху бежит масло А колодка какая-то здесь очень интересная Она цель цельная колодка Ну что, нам надо вытащить полуось открутить чтобы добраться до сальника Здесь заглушки резинометаллические пробуем ее выдавить Да, все, вышла Вот такая заглушка Одну, вторую мы трогать не будем Мы провернем Открутим Гайка там на 14 4 гайки Откручиваем Болты, какие положены на мостах со срезанными шляпками упираются Их можно не держать Откручиваем все 4 гайки Установил я вот такой обратный молоток Прикрутил Чтобы выбить полуось Боялся, что она может быть на стопоре Что крышку надо будет откручивать и на герметик садить Нет Она два раза ударила Смотрю, пошла Не на стопоре Продолжаем Она отходит здесь получается целиком Вот она Но Нам бы Еще пару ударов и она сойдет Да, все Сошла Снимаем молоток и снимаем полуось Благо здесь трос оторван А отцеплять не пришлось Хорошая вещь Обратный молоток Вытаскиваем полуось вместе с щитом Да, бежал именно этот сальный Потому что здесь внутри все в масле Ох, какие раковины жесткие Здесь надо подшипник менять Подшипник здесь конический стоит Но раковины сейчас покажу поближе Еще предстоит с ним повозиться Навел резкость Видите, какие раковины Притом почему-то только с одной стороны спереди Ну, раковины жесткие Вот он сальник Также мы его сейчас выцарапываем обратным молотком Там в наборе есть крючок И новый ставим Да, к сожалению сальник заменить не получится Потому что чтобы заменить сальник нужно выбивать вот эту обойму на которой раковина Но выбивать ее нет смысла Надо ее менять Но подшипника сейчас нет Поэтому оставим Это ремонт на потом А сейчас хочу попробовать достать из сальника пружинку и поджать ее чтобы хотя бы на какое-то время на этот Вот крючок Поддеваю крючком Вот она пружинка Сейчас она здесь размыкается Вот она И я ее укорочу миллиметра на 4 с одной стороны С той стороны где она не заужена Заужена а она потом сюда закрутится Поэтому укорачиваем с незауженной стороны Сейчас укорочу поставим Укоротил колечко Закрутил его обратно А вот теперь надо постараться его поставить Возьмите Возьмите устанавливаем надо помучиться но все получится затолкнул я пружинку на место для этого мне понадобился сделать крючок которым я снимал сделан он у меня из пружинки на дворниках которая идет на резинку с двух сторон устанавливается пластинка с этой пластинки сделал крючок он довольно таки и крепкий и мягкий второе использовал такие от круглогубцы загнутые получается с одной стороны я зафиксировал этим крючком а с другой стороны я так вот по кругу прошелся и вставил его на место все если кому-то придется делать можно сделать так теперь мы собираем на место протираем полуось и ставим ее на место заказывать будем подшипник сальник стопорное кольцо от которой идет подшипник стопорит сальник помимо этого сальника здесь еще вот сальник вот она место поднял стоит и устанавливаем вот так вот 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 в вот 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 ставим на место заглушку и устанавливаем на место тормозной диск здесь из-за того что масло бежало все смазано вот так вот работает ручник поэтому мы сейчас здесь ничего не буду еще придется разбирать колодка просто работает на разжим здесь она болтается у нее нету она лежит здесь и разводится здесь система странная но как-то работает и ставим на место суппор и ставим на место суппор колодки как я и говорил вместе с диском будем менять заказывать и менять потому что нет уже ни колодок ни диска не устанавливать Затягиваем суппорт. Ну что, суппорт этот затянул.